Спасибо. Да, привет. Меня уже представили. Меня зовут Гриш Пороков. Я журналист. Раньше работал по афише, выход.me, писал много про культуру. Сейчас делаю YouTube-канал про нее, много про нее думаю. И сейчас буду говорить про иллюминатов, в смысле масонов, которые управляют ей. Можно следующий слайд, пожалуйста. Кто главный человек современный по культуре? Это автор, может быть, который придумывает ее и создает произведение? Или... Следующий слайд. Может быть, это компании, у которых есть деньги, которые принимают самые важные решения? Мне кажется, что это следующий слайд. Вот эти люди. Фанаты. Сразу отмечу, что для этого разговора я использую слово «фанаты», но, в принципе, его можно заменить на гики, нерды. Примерно все одно и то же. Просто слово «фанаты» мне в данном случае нравится больше, потому что оно подразумевает некий особый настрой, некое особое отношение. Я не знаю. Будем считать, что это просто люди, которые с очень большим энтузиазмом относятся к поп-культуре и делают их частью своей идентичности. И на самом деле мы сейчас находимся в уникальной ситуации, потому что вот этот вот некий определенный сегмент аудитории, следующий слайд, потребляет по большей части современную культуру, следующий слайд, создает эстенции авторами и следующий слайд, что еще важно, становится ее героями. Причем не актерами, которые этих героев играют, а именно сами герои, на самом деле фанаты. Следующий слайд. Да, на самом деле феномен фанаты довольно старый. Я думаю, что кто-нибудь может вспомнить совсем древние примеры. Мне кажется, что в современном виде более-менее что-то начало появляться где-то в 18-19 веке. Это вот лорд Байрон. У него были прям поклонники и поклонницы практически в современном представлении. Он создал такой новый образ байронического героя, доромантического героя, мрачного, безумного, привлекательного. И что интересно, он этот образ культивировал одременно в своем творчестве. Да, паломничество «Чайл Гарольда» — это отчасти автобиографическое произведение и в жизни, потому что он эксцентрично одевался, ввел крутой образ жизни и вообще создавал вокруг себя такую ауру романтического героя. И у него реально были фанаты. Они писали ему письма, следили за его похождениями. И даже после его смерти люди пытались его копировать, одеваться как он, вести себя как он. Следующий слайд. Потом, разумеется, Шерлок Холмс — детектив, персонаж Конан Дойля. История, про которую выходили в литературных журналах, у него тоже было некое фанатское сообщество. Они даже заставили Конан Дойля воскресить персонажа после того, как его убили. Следующий слайд. Да, но мне кажется, что в совсем современном понимании это сформировалось примерно все дни XX века. В начале XX века уже были фанаты научной фантастики, которые даже собирались на первой конвенции. Но в 60-е годы были фанаты Стартрека, супергеройских комиксов, которые в тот момент переживали Серебряный век. И, кстати, «Восемь колес» Толкина. Толкинисты. Они, в общем, косплеем практически занимались. И не знаю, насколько это легенда, но если это правда, то это вообще смешно. Но вроде бы Толкин говорил про своих фанатов, что они безумцы, и он угробил их жизнь, в общем-то. Следующий слайд. Просто целиком в них погрузиться и уйти от реальности. И трейболизм, вообще стремление людей собираться в группы. Раньше люди собирались в группы из-за ресурсов, чтобы выживать вместе, убивать кого-нибудь. А сейчас из-за интересов. Но вот эти слова – экскапизм, трейболизм, может, они страшные. На самом деле ничего негативного в этом нет. В общем, хорошие вещи пока не до каких-то крайностей не доходят. Следующий слайд. Да, но на самом деле про фанатов долгое время к ним относились довольно исходительно. Собственно, вот как раз тут можно вспомнить слово «гик». Потому что их считали вот такими вот существами без пола, возраста, которые чахнут там над коллекциями коммерсов. Слишком много знают фактов про Стартрек. Я не знаю, знают имена всех персонажей из «Звездных войн», даже тех, кто на заднем плане. И это считалось чем-то смешным, нелепым. В поп-культуре их показывали как таких, в общем, довольно нелепых людей. Следующий. Да, вот этот человек, Генри Дженкинс, он первый вообще придумал к фанатам относиться серьезно и исследовать их. Вообще он показал, что фандомы, про них можно даже академически писать. И он выпустил в 92-м году книгу «Textual Poachers». Собственно, он ее написал как раз с позиции, чтобы вернуть или даже дать фанатам какое-то доброе имя, показать, что это не какие-то безумные потребители, которые, не знаю, ни на что не способны, просто собирают комиксы, какие-то изгои. Нет, он хотел бы сказать, что все лучшее. Это на самом деле интересные люди, о них стоит рассуждать. Дальше. Да, и самое важное произошло в конце 2000-х более-менее, потому что фанатами стало быть здорово, круто. Это обратилось во что-то желаемое, что-то стоит рекламировать, носить футболки с тем, что ты любишь, чтобы всем об этом рассказывать. Почему это произошло? Это сложный момент. Опять же, мне кажется, это отдельный разговор. Это целый клубок, который можно распутывать. С одной стороны, мне кажется, это связано с восхождением гик-культуры в целом, которое, в свою очередь, связано с инфантилизмом и ностальгией. С другой стороны, мне кажется, это связано с тем, что в 21 веке мы потеряли культурные коды, на самом деле, потому что пришел интернет, доступ ко всему стал слишком свободный, культура стала слишком широкая. И не все люди это заметили, но на самом деле потерялась идея мейнстрима, классики, каких-то объединяющих вещей. Да, все еще есть фильмы и сериалы, которые смотрят миллионы людей, но этих людей слишком много, и они могут с вами вообще не пересекаться. То есть у вас может быть любимый сериал, например, кроме вас его смотрят еще куча людей во всем мире, но вы с ним не общаетесь, и ваши друзья его не смотрят. Значит, есть у них ощущение изоляции. Общие культурные коды, как всем понятно, и пропали. Мне кажется, что фанатство, оно как бы возвращается к этим кодам, потому что, о, ты любишь Marvel, тебе повезло, с тобой еще любят миллион человек, ты можешь с ними говорить на одном языке. Дальше. Да, и что важно, идея фанатства, на самом деле, еще в то же время, в конце 2-ти, она очень выгодна корпорациям, большим компаниям, потому что главная валюта, за которую сражаются большие компании сейчас, это не ваши деньги, не только ваши деньги, ваши деньги им тоже нужны, это ваше внимание, потому что, как я сказал, стало слишком много всего, и они просто не могут предсказать, грубо говоря, на какой фильм вы пойдете. В этом плане люди, которые фанаты чего-то, они отлично работают, потому что вы точно знаете, что если человек фанат «Звездных войн», то выпустите новые «Звездные войны», он на них пойдет и отдаст вам ваши деньги. Дальше. Да, и Дженкинс в 1992 году, по-моему, когда в этой книге он сформулировал, он сейчас продолжает про это писать, сформулировал идею, что на самом деле фанаты создают и участвуют в как бы новой культуре, которая не совсем культура потребления, а культура участия, некая интерактивная культура, потому что, когда человек является фанатом чего-то, он, во-первых, смотрит это с безраздельным вниманием, во-вторых, он говорит про это. То есть, например, если человек не фанат фильмов Марвел, он может просто сходить на них, нигде про это не писать, никому об этом не сказать. Фаланги будут говорить «до», «во время» и «после». И самое важное для Дженкинса, что они создают как бы деривативные произведения, то есть косплеи своих любимых героев, пишут фанфики, рисуют фан-арт и так далее. И, опять же, для компаний, для бизнеса это идеальная вообще аудитория, потому что это люди, которые бесплатно маркетингом практически занимаются, они распространяют информацию про то, что они любят. Надо сказать в сторону, на самом деле, что я говорю про фильмы в первую очередь, потому что это самый очевидный поверхностный пример, который на поверхности лежит, но на самом деле это касается абсолютно всего – видеоигр, комиксов, отчасти жанровой литературы, сериалов, то есть это процессы, которые как бы распространяются по всей культуре. Дальше. Да. И надо понимать, что, ну, на самом деле, не было какого-то момента, когда, не знаю, в главный штаб Голливуда, где они все собираются по пятницам, пришел человек такой «Эй, я знаю, что надо делать, надо делать фильмы для фанатов». Нет. Это постепенно происходило, но результат налицо. Следующий слайд. Вот два самых популярных фильмов прошлого года, да, это не просто популярных, а кассовых. «Седьмые звездные войны» и «Мир юридского периода», это оба, в общем, части больших фанатских франшиз. Или вот дальше. Это не три самых кассовых фильма этого года, они все, по-моему, в топ-5 или в топ-6. «В поисках Дори» на первом месте, «Ктан Америка» на третьем, «Дэдпул» на пятом или шестом. И все это тоже, как бы, фильмы для фанатов, да. «Самарал» все понятно. «Дэдпул», окей, это первый фильм, но у него огромная фан-база в комиксах, особенно в России почему-то его любят. И, ну, про Pixar это отдельный разговор, но, опять же, это сиквел, поэтому это подходит. Дальше… Да, и кроме того, что фанатские произведения на них нацелены, и фанаты еще как бы стали их делать, стали, собственно, их авторами. В Голливуде очень много людей, кого можно отнести к этой категории. Вот Джей Джабрамс, один из главных вообще поп-режиссеров современности, он настоящий классический гиг, он регулярно признается в том, что любит «Стартрек», «Звездные войны», и фильмы его как бы выглядят так, как будто он вчера еще с фигурками играл. Да, воу, не влезу в слово. Мягкий знак. Кроме всего этого, кроме того, что фанаты сообщают, какие произведения делаются и кто их делает, они еще сообщают, что находится внутри них, то есть какое у них содержание. Вот, например, интертекстуальность – это вообще важная идея для постмодернизма и постфактум модернизма, идея, что любой текст может быть основан на текстах, которые были до него, делать им отсылки, цитаты и так далее. В современном Голливуде с помощью фанатов эту идею превратили в такое ностальгическое оружие. Его интертекстуальность используют, чтобы как бы вызывать у людей эмоции и вообще заменять какую-то драму простыми моментами. Следующий слайд. Сейчас я перескажу момент, который здесь не изображен, но вот в «Седьмых звездных войнах» есть момент, когда одни из главных героев, Рей и Финн, убегают с этой пустынной планеты, на которой происходят действия фильма, и они выбирают, на каком корабле им полететь, и Рей рассказывает, что там какой-то дурацкий сломанный корабль, типа мусорный бак. Они спорят, камеры поворачиваются, и мы видим, что это «Тысячелетний сокол» из четвертой, пятой, шестой «Звездных войн». И в этот момент как бы зрители должны сделать «Ах!» Типа «Вау! Это «Звездные войны», которые я люблю!» На них должна нахлынуть ностальгия и все эти ощущения, которые старые фильмы им давали просто одного этого кадра. Или да, после этого, чуть позже происходит момент, когда Хан Соло и Чубакка оказываются на борту «Тысячелетний сокол» и говорят фразу, которая в трейлере была, «Чуем и дома» – то же самое, это отсылка, которая должна вызвать кучу эмоций. Или дальше, в последнем фильме про Джеймса Бонда, в один момент, там есть злодей, которого играет Кристоф Вальц. И мы весь фильм не понимаем, кто это. У него какое-то странное имя, ничего не говорящее. Весь фильм не понимает, кто это. В конце он говорит Джеймсу Бонду свое имя, Эрнст Блонфельд. И для фанатов Джеймса Бонда ты имя очень много знаешь сейчас, потому что это очень важный злодей из старых фильмов про Джеймса Бонда. Или дальше, фильмы Марвел вообще – это просто царство интертекстуальности, потому что они на нескольких уровнях это делают. С одной стороны, фильмы Марвел делают кучу отсылок к комиксам, которые с мелких моментов всяких должны фанаты подмечать и понимать, что там имеется в виду вот такой-то комикс. А с другой стороны, поскольку там уже 12 фильмов, по-моему, они делают отсылки сами к себе. И, опять же, это не то чтобы целиком какая-то отрицательная вещь. Интертекстуальность – это здорово. Даже в этих фильмах иногда она используется здорово. Весь фильм «Седьмые звездные войны» – это вообще огромный интертекст, потому что огромная отсылка к четвертым «Звездным войнам» и, по-моему, это довольно здорово сделано. Но вот такие моменты заменяют реальную эмоцию, потому что вместо того, чтобы что-то придумывать, авторы просто нажимают на кнопки, которые у фанатов есть. С Джеймсом Бондом отличный пример, потому что мы за весь фильм не понимаем ничего про отношения Джеймса Бонда и этого злодея, ничего не узнаем про них. И момент, когда произносит свое имя, должен заменить весь сценарий фильма, потому что мы должны что-то почувствовать в момент. Дальше… А, да. И помимо того, что интертекстуальность есть, фанаты еще становятся героями фильмов, и авторы таким образом, с одной стороны, подчеркивают, что они сами фанаты и понимают, что происходит. С другой стороны, видимо, еще намекают, что они понимают, кто их смотрит. Сейчас вышел десятый сезон секретных материалов не так давно, и там очень смешно, потому что там первые несколько серий – это, в общем-то, метафора того, что Малдор и Скари обсуждают с той же время снимать десятый сезон секретных материалов. И они как бы не очень хотят, но там появляется персонаж, молодой журналист, выиграет Джеймс МакХейл, который говорит им, «Слушайте, я очень хорошо знаю все про секретные материалы, и мне они очень нравятся, пожалуйста, верните их». У него буквально там какие-то подшивки есть, документы или что-то такое. И, конечно, имеется в виду, что это фанатик материалов, который хочет, чтобы они сняли десятый сезон. Или дальше в фильме «Мир юрского периода», да, там строят парк, о котором мечтали люди в первых фильмах в «Парке юрского периода» с динозаврами. И там один из сотрудников носит футболку старого парка, и он говорит, что он вообще больше любит старый парк, и старый парк был лучше. И в рамках как бы мира кино этого фильма это не имеет никакого смысла, потому что первый парк вообще был трагедией, там люди погибли, и в этой майке ходить – это не очень логично. Но понятно, что имеется в виду, что этот парень просто фанат, и ему больше нравится первый фильм. Вообще «Мир юрского периода» вообще мой любимый пример. Если хотите, я потом подробнее расскажу, вы можете спросить. Но на самом деле, кроме таких комичных примеров, есть более серьезные. Следующий слайд. Например, собственно, весь фильм «Седьмые звездные войны» – это фильм про фанатов «Звездных войн», потому что все персонажи понимают, что они находятся в «Звездных войнах». Есть такой термин из фанфика, называется «Мэри Сьюит», когда автор пишет фанфик и вписывает туда-сюда. Например, пишет фанфик про Гарри Поттера, там есть Гарри, Рон, Гермиона и еще кто-нибудь четвертый, но персонаж абсолютно. У него все очень классно получается. Он еще, скорее всего, у него роман с Гарри. Ну вот, многие обвиняли, что в «Седьмых звездных войнах» авторы вписали себя. На самом деле, мне кажется, что они вписали просто фанатов «Звездных войн». И они все по-разному реагируют на то, что они касались в «Звездных войнах». Финн, например, он очень переживает, он в полном шоке. Рей, наоборот, она спокойна, она понимает, что она в «Звездных войнах». Была критика, что она слишком быстро начала разбираться в этом мире, научила драться на световом мече, освоила силу, да, разумеется, потому что она смотрела «Звездные войны», просто она знает, что происходит. И следующий слайд. Главный злодей, собственно, в «Седьмых звездных войнах» просто косплеер Дарта Вейдера, очень его любят, и он как бы его фанат. И мой любимый пример, следующий слайд – это фильм «Крид». Наверное, мало кто смотрел, просто хочу подчеркнуть, что это происходит не только в самых крупнобюджетных фильмах. Этот фильм тоже вышел в прошлом году. Это седьмая часть «Рокки», то есть не как бы, а реальная седьмая часть «Рокки», просто она называется «Крид», а не седьмая часть «Рокки». И это история про сына Аполла Крида, главный злодей из первых двух частей «Рокки», который очень любит «Рокки» и хочет, чтобы тот научил его боксировать. И там буквально одна из первых сцен, может быть, чуть ли не первая, как Крид у себя дома, у него богатый особняк, потому что у него был богатый отец, на огромную сцену проецирует бой из первого «Рокки» и как тень повторяет все движения Сильвестра Сталлоне. Ну как бы это очевидная метафора, что он просто настолько любит фильм «Рокки», что он выучил все движения, тем более там даже бой из фильма показывают. Дальше. Да. Но важно понимать, что, на самом деле, как я уже сказал, образ фаната стал чем-то желанным, чем-то классным. И, на самом деле, вся культура пытается нас, собственно, сделать фанатами. Вот фильмы Marvel в этом плане очень просто работают, очень запутанная схема. Не помню, там сейчас 12 фильмов, я уже сбился со счета, но смысл в том, что там очень много фильмов, они все связаны между собой, там еще есть сериалы. И эти фильмы как бы своей сложности говорят тебе, ну как бы, слушай, если ты хочешь полный опыт получить, тебе, конечно, надо все остальные фильмы посмотреть. То есть ты сейчас, конечно, смотришь один фильм, но для полного опыта посмотри все остальные, еще сериалы, может, еще комиксы прочитай. Ну, ты, конечно, по пути станешь фанатом, но это же классно. И дальше… Да, вот это даже более… Работа не только так, не на уровне сложности, более топорный пример. Поскольку мы сейчас живем… Это тоже отдельная тема, но мы живем в культуре гипербыло, на самом деле, и постоянного восторга. И люди обо всем говорят очень преувеличенно, да, они говорят не просто «хороший фильм», они говорят, это самый лучший фильм, если не посмотрите, я выкулю вам глаза или не знаю, это самый худший фильм, все, кто вы сняли, должны сидеть в тюрьме. Люди постоянно вот так вот разговаривают о культуре, и, собственно, сама культура это использует. Фильм «Отряд самоубийц» и нагоняет этот хайп, потому что фильм «Отряд самоубийц», отличный пример, не очень хороший фильм, но у него была достаточно успешная маркетинговая компания, которая подогревала интерес и призывала людей, чтобы они фанатели от этого фильма, так что, мне кажется, есть люди, которые стали его фанатами до того, как он вышел. Хорошо. Дальше. Да. И вот это чисто, как бы, может быть, не хочется обобщать, это некое субъективное ощущение, но мне кажется, что вот эта культура фанатства, она склонна к некому консерватизму на самом деле, потому что, то есть, с одной стороны, фанаты, например, когда дело доходит до косплея, иначе они могут менять пол персонажей, в фанфиках они свободно обращаются с первоисточником, но когда дело доходит до официальных произведений, как бы, оригинальных, канонических, они очень строги к ним. Тут, опять же, есть несколько поверхностных примеров, скорее всего, это происходит на более мелком уровне тоже. Например, все мы знаем фильм «Охотники за привидениями», который в этом году вышел, где был женский состав, это был ребут, где были актрисы вместо актеров, и он вызвал гнев среди фанатов. Да, отчасти это было связано с политикой, но отчасти это было связано с тем, что, как бы, кто-то взял и поменял что-то, что люди любят очень сильно. И, да, поэтому мне кажется, что вот у фанатов есть такое некое практически религиозное преклонение перед оригиналом, перед тем, как все должно быть, и представление о том, как надо делать правильно, и никто не вправе это менять. Можно следующий слайд? О, я, пожалуй, не буду останавливаться на нем, это вы садитесь с ума, мне кажется. Но, да, главное, что сейчас фанаты можно стать очень быстро. Дальше давайте. Можно стать очень быстро, потому что, если раньше это требовало каких-то усилий, да, предположим, в 80-е годы ты не мог взять и скачать торрент со всеми выпусками «Мстителей», например, купить их в онлайн-магазине «Кобик Солоджи» и прочитать все на iPad. Тебе нужно было идти в магазин, даже не в один, потому что там вряд ли были все выпуски «Мстителей». Тебе нужно было общаться с людьми и так далее, вступать в какую-то интеракцию. Или, например, ты не мог взять и на Википедии прочитать сюжеты всех фильмов про зомби и все про них узнать. Опять же, это был долгий процесс, тебе нужно было вкладывать много времени и сил. Сейчас это можно происходить, в общем-то, моментально, и мне кажется, что в сочетании с тем, что это подается как что-то классное и желаемое, с тем, что это можно делать очень быстро, многие люди довольно быстро становятся фанатами. И еще когда сказать про Генри Дженкинса, на самом деле, вот эта его идея, которая была на самом деле очень важной в 90-е, интерактивной культуры. То, что фанаты – это люди как-то активно взаимодействующие с культурой. И мне кажется, сейчас она, опять же, немного теряет актуальность, потому что сейчас, чтобы быть фанатом, в общем-то, не обязательно как-то активно принимать участие, не обязательно что-то делать, даже не обязательно, в общем-то, быть частью какого-то фандома. Например, у тебя может быть, я не знаю, любимый комикс, на котором ты сходишь с ума. Что ты можешь сделать? Ты, например, прочитал его новый выпуск, потом ты идешь, лайкаешь чем-нибудь твит, твит автора про этот комикс, потом ты идешь на Reddit и читаешь какую-нибудь теорию, и лайкаешь ее. Потом ты идешь на Reddit-арт и лайкаешь фан-арт. И ты, как бы, сам ничего не производишь. Мне кажется, сейчас, благодаря интернету, фанатам можно быть не только быстро, но еще и достаточно пассивно. И поэтому, когда я говорю слово «фанаты», я, скорее, даже имею в виду не столько людей из фандома, сколько вот это вот состояние некое лихорадочное возбуждение по отношению к тому, что ты любишь. И, да, я боюсь, что это приводит к достаточно закрытой консервативной ситуации, потому что, мне кажется, фанаты, как минимум, отчасти виноваты в том, что все, что мы сейчас видим там в кино, это сиквелы, перезапуски старых франшиз, экранизации уже известных комиксов и книг и так далее. Потому что они, с одной стороны, они достаточно консервативно к опыту относятся и хотят, чтобы все было правильно. С другой стороны, есть большие компании, у которых, ну, у них просто очень большие деньги, они делают фильмы за большие деньги, они должны зарабатывать большие деньги, и поэтому все прощается в бизнес, а в бизнесе главное – это снижение рисков. И как выглядит снижение рисков в данном случае – это угодить фанатам, в общем-то. Marvel Studios – это довольно общее место. Я знаю, что фанаты Marvel не любят, когда так говорят, но это правда. Их фильмы, в общем, похожи друг на друга. Там очень похожие музыкальные, визуальные, сюжетные решения. И все эти решения очень проверенные, безопасные, они точно сработают, и фанатам точно понравятся. И вот к такому, в общем, все это приводят. В прошлом году, еще до того, как вышел фильм «Седьмые звездные войны», была конвенция в Анахейме, там три или четыре дня весной, и там впервые сообщались какие-то большие новости про «Звездные войны», и там были панели с авторами, актерами, и я смотрел, там была панель. И не помню точно, кто там был, кажется, режиссер фильма «Ридж Рябранс», продюсер всего этого дела, Кейтлин Кеннеди, и, может быть, актеры. И там, на самом деле, удивительные интонации звучали со сцены, потому что вроде сидят люди, которые что-то создают. В общем, один из важных авторов современности. И они говорили вот примерно так. «Мы сделаем все, как вам хочется. Главное, не волнуйтесь, ребята. Мы сделаем все правильно. Все только ради вас. Фанаты – самое главное. Мы вас так любим. Все будет, как в старые времена. Мы обещаем просто. Все будет супер». И это, на самом деле, довольно безумно выглядело, что люди так сильно зависят от своей аудитории и оправдывают свой фильм перед своей аудиторией, еще до того, как он вышел. Но мне не хочется кончать, на самом деле, на какой-то такой мрачной ноте, потому что, с другой стороны, конечно, в этой культуре есть свои плюсы, потому что, мне кажется, она учит нас с энтузиазмом каким-то относиться к культуре, потому что ее можно любить и всерьез воспринимать. И вот по поводу того, что фанаты капризны, они что-то требуют от авторов, опять же, недавно слышал интересную идею, что фанатов, поскольку они действительно владеют самой важной валютой – это внимание, стоит воспринимать как акционеров того, что они любят. То есть у них есть акции, внимание и деньги, которые дают своим авторам, на суть того, что они любят. Поэтому они имеют право что-то требовать. Как акционеры имеют право требовать от компании, если она плохо работает и плохо зарабатывает деньги. Вот. И я хотел закончить на цельной унивке, может, в следующий слайд просто. Просто хочу сказать, что, ну, может быть, то, что я сейчас говорил, прозвучало несколько страшно, но советую просто с интересом к этому отнестись, потому что это просто ситуация, в которой мы находимся, и она не навсегда совершенно точная. Мне кажется, сейчас она подходит к своему пику, а что будет дальше вообще непонятно. Но, ну да, в общем, не думайте, что там, я пытаюсь сказать, что вот, все плохо, фанаты все убили, только сиквелы. Нет. Просто вот так вот все. Вот. Спасибо. Если нет вопросов, то... Здравствуйте. Может, вы братья, а то... Вы не думаете то, что фанаты или поклонники, или неважно какое слово, они на самом деле были всегда. Вопрос в том, что раньше это были фан-рокеры, потом это были рэперы, потом это были еще кто-то, потом это были еще кто-то, только тогда это было нескольким так безопасным, как сейчас. Ну, да, собственно, да, конечно же, безусловно. Я просто пытался собруливать скорее сдвиг, который происходит со стороны творцов, которые очень много, они как бы дают им большую силу по разным причинам. Вот я назвал финансовые, там, разумеется, есть и другие. То есть процесс, конечно, идет не только со стороны фанатов, но, мне кажется, это больше у этой культуры. Я просто не хочу слова использовать гик, потому что... Она проще, она дешевле во вход. Это сложный вопрос. Ну да, в общем, да, они всегда были, но вот сейчас из-за того, что, как я сказал, это же связано с тем, что гик-культура стала очень популярной, то есть именно эти фильмы сейчас самые популярные, у них больше всего денег, поэтому у этих людей сейчас больше всего власти. Но, да, конечно, они всегда были у Лорда Пайрона, были фанаты, поэтому... В этом плане ничего нового. С музыкой сейчас намного все сложнее. С Музыкой очень сложно, потому что... И с Битлз тоже с Битлз была ситуация, кажется, односторонняя. Они все-таки, ну, фидбэк не так сильно слушали. И то, что сейчас происходит с музыкой, в ней меньше денег. Но я не хочу все к деньгам сводить, конечно. Нет, в общем. Поскольку музыка не такая тотальная, я не знаю. У него люди как-то спокойнее занимают какие-то ниши, любят какие-то более мелкие вещи. Потому что нет, сейчас есть куча реально больших звезд, но у них как-то поспокойнее отношение со своими поклонниками. Хотя тоже, на самом деле, из-за того, что интернет повысил возможность фидбэка и отзывов, и люди могут там писать в Twitter и все такое, и артисты гораздо больше слышат, чем он слышал раньше, да, они влияют, нет, не так сильно. Ну, как-то вот, я разделяю так, любители, болельщики и фанаты. И это связано вот с футболом, с боксом, со спортом. Но чтобы вот с искусством, и чтобы до такой степени болельщики болели, что дисквалифицировали команды, это уже дальше не будет. То, где мы находимся. А что вы думаете об этих фанатах? Какие формируют общество инфантильных ребят и что-то в этом роде? Аааа... А что такого? Ладно, может быть... Опять же, это просто очень большая отдельная тема. Про инфантильность еще не хотел бы говорить. Это очень оценочная просто идея инфантильности, потому что у них много негативных коннотаций. Да нет, на самом деле. Мне кажется, что многие из этих людей вполне нормальные члены общества. У них все в порядке, поэтому... Да, вот... Я по этому поводу хотел возразить вам. Представьте себе античный театр. То есть туда приходили люди определенное время ходов. Они садились на несколько часов. Сейчас они приходят на театр и болели за своих любимых трагедов. То есть фактически им не хватало только орать, мы гоняем за эскила, зига-зага, зига-зага. А так там такие же настроения были. Они кушали винные ягоды и потом чистили друг другу морды за эти пьесы. Так что я думаю, что чтобы люди фонотили по искусству, такое было всегда. Возможно, люди там гробили залы после концертов Моцарта. Но, кстати, у Листа... Моцарт давал концерты как фирме о Мандерусе. Есть же феномен листомании, у Листа были безумные поклонники. Это известный факт. По поводу инфинциализма я еще хотела добавить, что это вообще связано с продолжающимся периодом обучения. То есть мы говорим о инфинциализме почему-то плохом. В общем-то это еще связано со способностью обучаться, воспринимать что-то новое и так далее. То есть тут в общем вот этот феномен инфинциализма, он у меня за этим негативно тянется. Еще вопросы? Нет? Да. Я считаю, что просто стоило упомянуть фильм «Дэдпл» в позитивном контексте, потому что он появился на свет практически благодаря форматам «Дэдпл», которые просто стонали много лет. дайте нам фильм «Дэдпл», дайте, 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 дайте. Но мы пойдем, они на него пошли и принесли ему чудеси. Что, возможно, какого-то здорового R-rated фильмом про супергероев и не только… Можно я на меня отвечу? Да, я согласен, спасибо за позитивный пример, у меня их было мало. И еще надо сказать, что Райан Рейнольдс, собственно, тот же фанат «Дэдпл» и очень хотел, чтобы фильм появился как автор. Поэтому я не буду оценивать с художественной точки зрения фильм «Дэдпл», но да, это классно на самом деле. Есть какая-то позитивная сила в этом, разумеется. Все? Можно я сейчас скажу? Да. Можно я так рассказать, что фанаты становятся, в общем-то, в слово авторами многих произведений? Или они все-таки вот… Тоничный какой-то видвижник? Да, это все очень интересная тема, на самом деле. Лучше сейчас всего это видно в видеоиграх, потому что они самые гибкие в том плане, что когда фильм выходит в кинотеатры, вот у него есть как бы некая сохранившаяся копия, это не может уметь в процессе, а в мире видеоигр ты можешь постоянно их менять. Есть, например, не знаю, компания Blizzard, которая очень сильно прислушивается к своим игрокам, и они так или иначе, да, на основе как бы фидбэка формируют что-то. Да, можно сказать, что в данном случае поклонники, соавторы, потому что они напрямую влияют на произведение. Это здорово. Последний вопрос. Мне кажется, на самом деле, все происходит, потому что очень крупные компании, у которых большие аудитории, как раз напоминают, кто их кормит. Исходя из этого, они замечательно готовы делать все, что угодно, для того, чтобы, собственно, их хормили дальше. Не важно, это ли там. Второй Дэдпул, третий Дэдпул, седьмой Дэдпул. Лишь бы, в общем, сейчас опошлю все, пиплхаб. Во времена выхода Формиматрицы, я помню, как вышло на премьер, и я очень боялся, что пошлят всю идею. Ну, собственно, так произошло. Но создателем фильма был абсолютно фиолетовый на фидбэк на тот момент. Да, это трудный момент, потому что вот с теми же фильмами Марвел, мне кажется, есть момент такой, как бы, некой иллюзии, может быть, которые они создают. Потому что, ну, понятно, что вот эти миллионы или миллиарды, когда фильмы Марвел собирают, это не только фанаты их приносят, а и просто люди, которые мимо проходили. И оценить, насколько действительно… Понятно, что фанаты — это самая громкая часть аудитории, поэтому они их слушают. Но оценить, насколько действительно, как бы, важно им понравиться, невозможно, на самом деле. Ну, то есть, когда люди проваливаются, они думают, что они недостаточно им понравились, я не знаю. Поэтому это вообще проблема, вот, например, того же Голливуда, что все просто магия. И люди, на самом деле, не знают, как все это работает. Они понятия не имеют, откуда у них деньги, и что приносит деньги, и на что люди хорошо реагируют, на что плохо. Нет, это шаманство полное, по-моему. Ну, если бы это было шаманство, тогда бы не было Голливуда столько. В большей степени шаманство, чем нам кажется, я так скажу. Вот. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.